В этом выпуске я расскажу о трех напряженных регионах, где в ближайшее время может начаться полномасштабная война. Это Нагорный Карабах, Судан и Тайвань. Стоит уже, наконец, вновь проанализировать, что там происходит и к чему все идет. Погнали! Начну с конфликта в Нагорном Карабахе, который является этнополитическим спором в Закавказье между азербайджанцами и армянами. Он тянется с 1987 года. В сентябре 2020 года конфликт вновь перешел в фазу войны, по итогам которой Азербайджан получил под контроль большую часть ранее потерянных территорий, которые до этого контролировались непризнанной Нагорно-Карабахской республикой. По итогам 44-дневной войны был подписан мирный договор, но в августе 2022 года боевые действия возобновились. Азербайджанские военные продолжили брать под контроль стратегически важные высоты. По договору город Лачин и саму дорогу из Армении в Нагорный Карабах должны контролировать российские миротворцы. У них пятилетний мандат с возможностью продления. Однако в апреле 2023 года Азербайджан явочным порядком взял под контроль Лачинский коридор. Стало ясно, что все соглашения, подписанные после окончания Второй Карабахской войны, пошли прахом. Российские миротворцы стоят чисто для вида, и, собственно, отдавать приказ на защиту мирного договора им никто не будет. Да и стоит ли защищать нынешнее армянское государство, которое сидит на множестве стульев? При этом Баку, поддерживаемый военной мощью Турции, делает то, что считает нужным. С этаким подтекстом «А кто нам что сделает?» Стоит учитывать, что азербайджанцы и турки – это как белорусы и русские, отличаются только местом проживания. Поэтому отношения у них более чем тесны, практически с полным взаимопониманием. Выше описанные обстоятельства уже не сулят ничего хорошего, предвещая новый виток кровопролития. А тут еще на арену выходят интересы Ирана. Тегеран имеет свои интересы в Нагорном Карабахе с тех пор, как в первой половине XIX века Российская империя оторвала от Персии значительный кусок Закавказья. В настоящее время Иран крайне раздражает сотрудничество Азербайджана с Израилем, а также проект Зангизурского коридора, что соединит основную часть Азербайджана с его эксклавом – Нахичеванской Народной Республикой. Этот проект, вероятнее всего, снизит влияние Ирана в регионе. Да и усиление позиций Турции в регионе Тегерану также невыгодно. В связи с этим в последнее время соседние страны периодически проводят на смежных границах крупные военные учения. Делая общий вывод из сложившейся ситуации, можно сказать, что маленький Нагорный Карабах может поджечь весь регион. Он, не имея силы, что могла бы быть противовесом для мира, является детонатором всего Закавказья. Что ж, следующий крайне важный напряженный регион – это Судан. Судан является довольно древней культурой, которая исторически балансировала между египетской и арабской торговлей. Это африканское государство по географии, но исторически оно является частью арабского мира. Судан имеет крайне запутанную историю, связанную как с различными религиозными течениями, так и со сложными территориальными проблемами, что породились с распадом Османской империи. Все привело к тому, что во второй половине 20 века страна шла в лидерах радикальной исламизации, став началом некоторых террористических группировок, таких как Аль-Каида. Если говорить упрощая, чтобы сразу было понятно, то Судан очень долгое время являлся полем боя интересов Турции и арабских монархий, что до сих пор никак не могут поделить влияние на важнейшие природные ресурсы. Все это породило в стране двоевластие и бесконечную гражданскую войну, на которую сами гражданские никак повлиять не могут. После военного переворота в октябре 2021 года Суданом управлял Совет Генералов. Причиной нынешнего начинающегося вооруженного конфликта в стране является борьба за власть между главкомом регулярной армии Аль-Бурханом и командиром сил быстрого реагирования Хамидти. Они разошлись во мнениях относительно направления, в котором движется страна, и предлагаемого перехода к гражданскому управлению. Главные спорные моменты – это план включения сил быстрой поддержки в состав регулярной армии, и то, кто возглавит после этого армию. Конфликт вошел в новую фазу после нескольких дней напряженности. Солдаты сил быстрой поддержки были передислоцированы по всей стране. Армия же расценила это как угрозу. Столица страны Хартум периодически подвергается авиационным налетам. Однако суданской армии будет крайне сложно вытеснить своих противников из города. Хотя регулярные военные обладают значительной огневой мощью, силы быстрого реагирования умеют быстро передвигаться и больше приспособлены к городским боям. Возможная крупномасштабная война в Судане обязательно затянет и затронет соседние страны. Боевые действия и экономический коллапс вызовут новую волну беженцев, а также могут стать началом новых радикальных религиозных группировок. Соединенные Штаты Америки также могут подключиться к очередному конфликту, дабы извлечь свои выгоды на фоне обострения своего экономического кризиса. Президент Байден, кстати, уже допустил такую возможность. Китаю Судан задолжал 65 миллиардов долларов, а Россия там только начала строительство своей военной морской базы. Если американцы смогут вытащить откуда ни возьмись своего человека и поставить его во власть, то нетрудно догадаться, кого новая власть кинет на деньги и договоренности в первую очередь. Так что если допустить новую эскалацию конфликта, то она обязательно перерастет в очередной регион для ведения Третьей мировой войны. Ну и, пожалуй, самым взрывоопасным регионом всего мира является Тайвань. Постоянный политический конфликт между Китаем и Тайванем имеет 70-летнюю историю. Пекин считает Тайвань отколовшейся провинцией, которая рано или поздно должна вернуться в состав Китая. Тайвань официально еще не провозглашал себя независимым государством, однако люди, живущие несколько поколений под воздействием одного и того же нарратива из СМИ, считают себя отдельным народом, а остров отдельным государством. Хотя это те же самые китайцы, живущие наисконно китайской территории. Все эти годы отношения между Китаем и Тайванем то смягчались, то ухудшались. Но когда в 2016 году президентом Китая стала абсолютно проамериканская Цай Инвэнь, обстановка вокруг острова начала резко обостряться, неизбежно скатываясь в неминуемый военный конфликт. Делегации Конгресса из Соединенных Штатов и других стран НАТО как по команде начали приезжать на Тайвань с целью рассказать о том, какие они независимые и свободные. Все это только раздражает Китай. В настоящее время обе страны проводят достаточно агрессивные военные учения. Параллельно с этим Пекин начал вводить санкции, а Соединенные Штаты вооружать тайваньскую армию. С конца августа 2022 года китайские военные корабли начали пересекать срединную линию тайваньского пролива между Китаем и Тайванем, чего до этого никогда не было. По итогу можно сказать, что риск превращения Тайваня в масштабную горячую точку на карте мира усиливается с каждым месяцем. Причем эта потенциальная война жахнет как водородная бомба и экономически затронет каждую страну на планете. Жесточайшие экономические санкции, которые будут вводить друг против друга Китай и Соединенные Штаты, приведут к перезапуску всей мировой экономики через глубочайший экономический кризис. Вероятнее всего, по итогу войны центр силы будет уже смещен в Азию. В этом можно быть уверенным хотя бы потому, как уже сейчас себя чувствуют Соединенные Штаты, как в политическом, так и в экономическом плане. Ну а мне, как всегда, будет крайне интересно узнать твое мнение в комментариях под видео на эту тему. Чтобы знать еще больше самых интересных и важных новостей, обязательно вступай в мою группу ВКонтакте. На всякий случай подписывайся на мой Яндекс Дзен и про мой второй музыкальный канал не забывай. Все ссылки в описании под видео. Ну а с вами был Хардастер. Всем мира и процветания!